Здравствуйте, дамы и господа. Продолгаю вашему вниманию выдержки из программы людей, родившихся 13 июня невисокосных и 12 июня невисокосных годов. Информация выборочно взята из каталога человеческой популяции. Представляет собой очень краский обзор их характера на примере женского описания. Одной из основных жизненных задач рассматриваемой личности ведется ей в том, что она обязана всех и все оберегать, защищать и прикрывать. Стремится выступать для кого-то опорой, помогать, покровительствовать, позиционировать себя чрезвычайно заботливой, постоянно обеспокоенной решением как своих, так и чужих проблем. Хотя сама она регулярно находится в поисках помощников, сторонников, на которых можно опереться, кто смог бы ее поддержать, но в основном превалирует желание проявить заботу о ближнем, стремлении кого-нибудь облагодействовать. В принципе, главное для нее то, чтобы без конца пребывать в процессе забот и беспокойства. Забота, хлопоты, именно это является ее стратегией и тактикой одновременно, генеральной линией ее жизни. Глядя на эту вечно озабоченную и суетящуюся даму, можно подумать только одно. На человека какое-то непрекращающее функционировать ни в выходные, ни в праздники беспокоенное хозяйство. Данная дама беспокоится обо всем подряд, начиная с заботы о муже, детях и родственниках, карьере, соседях, здоровье, друзьях, учениках, кандидатской диссертации, даче и кошке, и заканчивая, так сказать, высокими материями. В последней категории относятся декларируемая ею забота о собственной душе, ее спасение от вечных мук. Двумя самыми активно употребляемыми словосочетаниями в ее лексиконе могут быть, нужно позаботиться, подумать о, надо сделать. Окружающие могут то и дело слышать из ее уст нечто вроде, несрочно нужно позвонить Ивану Ивановичу, давно пора позаниматься с преподавателем английским языком, иначе будет поздно. Сегодня же надо доделать отчет, уборку, доклад или чертеж, надо срочно отправить детей в лагерь, сделать прививки от блох-кошки, сдать анализ на уровень содержания сахара в крови и много-много другое. Срочно надо прибить оттуда скупо, красить потолок, сдать проект. И неважно чем она займется, вполне возможно ничем из того, что ей декларировалось, или же всем сразу. Ведь ее жизнь это один глобальный, никогда не заканчивающийся процесс работы и заботы. Равно как неважно, завершится ли этот процесс получением результата или результатов. Имидж делового человека, на котором она настаивает, в ее воплощении превращается в роль этакой девочки-семидевочки. Суетящейся, вечно занятой, но и не более того, потому что нормальное протекание любого дела, имеющего начало и конец, в ее случае не присутствует. Это дама из категории любителей занятий, бесцельных и бесплодных. Единственным мотивом суетливых действий этой дамы является, как говорят, все дела переделать, все перелопать. А с результатами или без зонах не принципиально. А заодно в этом процессе все, что можно перепробовать. Куча разнообразных вариантов, подходов, методик, способов действий. Перебор с получением опыта также привлекает ее и является отличной заменой целям и их достижению. Словом, эта дама типичный человек процесса. Имеется забавная особенность. Как правило, вся деятельная жизнь этой дамы сопровождается непрерывным проговариваемым слух, проносящихся в ее голове со скоростью света мысли. Она постоянно что-то бубнит себе под нос. Конечно, она пытается эти, так сказать, мысли-скокуны каким-то образом притормозить, хотя бы для того, чтобы пытаться додумать из-за конца, хоть как-то зафиксировав в своем сознании. Но это у нее не получается. А на один и тот же вопрос, задаваемый окружающими, ты кому это все говоришь, она отвечает, нет, нет, это я не тебе, это я так сама с собой разговариваю. Данную даму можно сравнить с эхом. Так как ее еще одной особенностью является то, что она выступает в роли своеобразного отголоска. Связано это с ее стремлением быть при чем-то или при ком-то. К примеру, ее вполне устраивает быть женой при муже, служащей при начальнике и так далее. Она не из тех, кто изо всех сил рвется головенствовать, хочет быть лидером, занимать позицию над. Обладая талантом подстраиваться под какую-либо систему, исследовать ей, данная личность неплохо чувствует себя на вторых ролях. Любая система, будь то человек или группа людей, сообщество, как известно, склонно к некоторым колебаниям, так вот она от природы умеет эти колебания улавливать и гибко подстраиваться под них. Для нее наиболее комфортные позиции исполнителя, занимающегося реализацией чьих-то планов или решений и указаний. В этом смысле она очень талантлива, на нее всегда можно положиться, от нее вполне возможно ожидать того, что очень четко, системно, постатейно она станет исполнять любые инструкции, параграф за параграфом, пункт за пунктом. К примеру, она может быть журналисткой, работающей в новостях, кропающей статейки по указке сверху, или секретарем-референтом, целыми днями исполняющим указания начальства. Да, она крайне уважительно относится к людям, обладающим властью, способна перед ними преклоняться, но дело вовсе не в этом, а в том, что она не испытывает особенного желания занять их место, никакого внутреннего побуждения к тому, чтобы стать главой, усесться в начальственное кресло, у нее не присутствует. Вероятно, для нее не слишком привлекательная ответственность, необходимость за все и всех всегда отвечать. Гораздо удобнее и комфортнее заниматься чем-то вроде системной бумажной работы. Ее исполнительность делает из нее чрезвычайно ценного работника для какой-нибудь серьезной организации типа Министерства обороны. Но даже если рассмотреть вариант того, что данная дама волею судеб попала в сферу шоу-бизнеса, она не станет, будучи певицей, к примеру, исполнительницей собственных песен. Гораздо больше устраивает ее положение, как говорят, на подпетках. Но здесь имеется свои особенности. Эта дама, будучи всю жизнь, если можно так выразиться, пристяжной, как бы она силой не преклонялась перед вышестоящими, в своем собственном представлении она не считает себя ниже других. Она убеждена, что ни в чем не уступает своему шефу, как в смысле ценности в общем деле, так и в профессионализме и в каких-то личных качествах. Трудясь на совесть, исполняя все порученное с чрезвычайной тщательностью, она считает себя воплощением того человека, на которого служит, которому она, собственно говоря, и преклоняется якобы. Считая себя единицей незаменимой в общем процессе, она приравнивает себя ему, спускающемуся вниз с циркуляра, отдающему указания. Еще одной особенностью является то, что и сама она полностью умеет приводить все свои действия, взгляды и предпочтения в соответствии с ожиданиями вышестоящих лиц и требует того же самого от своих коллег. Сама умеет верно служить, но того же самого требует от других исполнительности и понимания, верности и предности. Служи верно, требует она и про себя нередко добавляет собакам. Если вас заинтересовал краткий обзор данной личности и вы захотели получить полное описание этого или любого другого человека, многократно превышающего ту информацию, которую я только что озвучила, вы можете обратиться. Продолжение следует...